Лето близко, а это значит, что уже скоро начнется купальный сезон. Но чтобы отдых на воде оставил только хорошие воспоминания, необходимо помнить о правилах безопасности и знать, что делать в случае чрезвычайной ситуации. Именно поэтому сотрудники МЧС каждый год устраивают специальные учения, целью которых является не только рассказ об элементарных правилах безопасности на водных объектах, но и демонстрация работы спасателей в экстренных ситуациях. Чтобы показать свои навыки, работники МЧС моделируют несколько стандартных происшествий. Вот, например, рыбак, выплывший на середину реки в своей надувной лодке, неожиданно замечает, что из плав средства начинает выходить воздух. Еще минуты, и человек оказывается в воде. С берега его замечают дружинники и звонят по номеру 112. Спасатели моментально прибывают на место и вытаскивают рыбака из воды. На берегу его уже ждут сотрудники МЧС и медики. Подобные ситуации не редкость, но все-таки больше всего проблем спасателям в летний период приносят те, кто любит купаться в неположенных местах. Не желающие придерживаться правил и чаще всего находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, такие люди редко могут рассчитать свои силы, что иногда приводит к печальным последствиям. Поэтому сотрудники МЧС напоминают, не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения и купайтесь только в разрешенных местах. Они всегда помечены специальными табличками. Этим летом к открытию готовятся традиционные зоны отдыха в Медвежьих озерах, на Суворовских прудах, Черном озере и, конечно же, на городском пляже в Щелково. Пока что на всех водоемах берутся пробы, и если эксперты не найдут в воде вредных примесей, купание на этих объектах будет разрешено. Более того, администрация прорабатывает вопрос открытия еще одной санкционированной зоны отдыха. Руководитель администрации представил задачу, и мы сейчас прорабатываем этот вопрос по тому, чтобы у нас на озере Севастович тоже появился такой же пляж комфортный для жителей, чтобы жители могли отдыхать удобно и безопасно. Каждая из разрешенных зон для купания будет оборудована специальными спасательными постами. Но даже под надзором сотрудников МЧС о правилах поведения на воде забывать не стоит, ведь халатное отношение к нормам безопасности может закончиться не лучшим образом.